Лесные пожары 2021 года надолго останутся в памяти саровчан. В Сарове тогда ввели режим ЧС, закрыли железнодорожное сообщение с Москвой из-за того, что горело рядом с путями. Огонь уничтожил поселок Стеклянный и подобрался к городу. На борьбу со стихией бросили авиацию, МЧС и Минобороны, а затем два пожарных поезда. Численность наземной группировки превысила тысячу человек. С помощью героизма огнеборцев стихию удалось остановить. 29 апреля пожарным из Сарова, которые отличились в тушении пожара, вручили государственные награды. Будем очень рады, что наконец-то все, кто заслужил награды, будут всем вручены. Еще раз всем огромное спасибо за службу и поздравляю вас с наградами. В августе 2021 года огонь пришел с западной стороны и пытался проникнуть за территорию площадок ядерного центра. Затем начал подбираться с южной, а потом и с восточной стороны. За короткое время пожар охватил огромную территорию. Практически 13 тысяч гектаров сгорел заповедник. Спасибо вам за тот труд, за то здоровье, за то время, которое вложили бы, спасая ядерный объект в город. После торжественной части пожарные провели учение в лесу возле озера Протяжного. Такие мероприятия проходят каждой весной. Их цель – отработать взаимодействие служб и реагирование на возможные лесные пожары. Вначале пожарные забирали воду из Протяжки с помощью двух пожарных насосных станций. От нее проложена магистральная линия на расстоянии 1,7 километров. Установлено четырехходовое разветвление. И уже от четырехходового разветвления на защиту лесных кварталов 8,7 и 103 проложена магистральная линия диаметром 7,7. Запитка пожарных цицерн. В условиях, приближенных к реальным, пожарным предстояло потушить несколько условных очагов возгорания. Зачастую к масштабным лесным пожарам приводит человеческая неосторожность и беспечность. С апреля в области действует особый противопожарный режим. При наступлении 4 и 5 класса пожарной опасности запрещено посещать лес, разводить костры и сжигать мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях. Лес не посещать, когда этого не требуется. И что касаемо в части разведения блюд на углях и пользования открытым огнем. Ну и не захламлять лес, то есть тоже одна из составляющих. То есть стекляшка, стекляшка, эффект линзы от солнца, вот пожалуйста, возгорание. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.